Приветствую вас. Первое, что мне хочется сказать, то что по поводу совета, на счет совета, вы немножко ошиблись, мы психологи, психологи советов не дают. Это первое. Второе. Я не очень понимаю, в чем конкретно вам нужна помощь. То есть, если вот прям детально анализировать ваш текст, если исходить из вашего текста, то получается, что вы хотите от нас, чтобы мы подсказали вам момент, когда высказать своей заловки, то есть вы о ней думаете. Вот как-то, знаете, такое у меня сложилось впечатление, когда вы писали свой текст, когда я его читал. Такое у меня сложилось впечатление. Я вам совершенно точно могу сказать, что, как бы, ваша ключевая, корневая установка, я вам даже сейчас ее зачитаю, чтобы не быть голословным, значит, говорят, не обращая внимания, не обращать внимания может тот, кому все равно в первую же очередь на себя. Я в корне с этой точкой зрения не согласен, потому что она не отражает реальности. Если человек обращает внимание на что-то, ну вот в данном случае на вот эти вот вещи, о которых вы пишете, если человек обращает внимание на это, то ему как раз таки на себя все равно. Потому что если человека задевают какие-то действия, задевают какие-то действия людей, да, ну вот, то это означает, что человек не проставил свои личные границы, не отделил себя от других, не высказал, не позаботился вовремя о своих интересах. Что это, как ненаплевательское отношения к себе? А потом, когда какие-то вещи происходят, когда какие-то вещи случаются, человек реагирует негативно на это. Вот очень бы хотелось на самом деле, очень бы хотелось спросить у вас, так где же связь, собственно говоря? Где же связь? Давайте еще раз я вам объясню, чтобы, может быть, вы лучше меня поняли. Если человеку на себя не плевать, то он заранее расставит приоритеты и продемонстрирует то, что для него приемлемо и что для него неприемлемо. заранее продемонстрирует это. И если все равно кто-либо будет как-то неприемлемо себя вести, то человека это задевать не будет, потому что он знает, что сделал все, что от него зависит, чтобы этого не произошло. А, в общем-то, ну, не может задевать то, что мы защищаем. То есть если мы что-то защитили, если мы о чем-то позаботились, то нас беспокоить это, беспокоить и задевать это не может. При условии, если мы, конечно, уверены в себе. Вот я и думаю, что одна из ключевых ваших проблем заключается в неверном понимании данной истории, в неверном понимании установки данного выражения. Я не знаю, конечно, хотели бы вы с этим что-то делать, хотели бы вы это менять. Совершенно очевидно, что личные границы, в том числе и границы со своим мужем, вами не были проработаны соответствующим. И именно поэтому произошло то, что произошло. А именно, как я понимаю, в ваши отношения вмешивают другие люди. Что, конечно же, не может быть приятно. То есть вам разговаривать нужно не за своей заложкой, а за своим мужем, чтобы он четко отделил себя от, скажем, своих родных. Это его задача, не ваша. А заложку и кого-либо еще вы поменять не сможете. Потому что люди, как правило, меняться не хотят. И уж совершенно точно, что ваше высказывание своего недовольства никак за ловку и кого-либо еще не переубедит в том, что она не права. То, что вас задевает и то, что вас расстраивает, нужно исследовать. То есть очень важно поисследовать, что конкретно задевает вас. Вы пишите о том, что вы разослились на какие-то действия со стороны, собственно, заложки. И я хочу вас спросить, почему вас это разослило? Почему это вызвало у вас такие чувства злости? Как вас это задело? Если бы, ну, подобный аспект ситуации был бы исследован, проработан и скорректирован. Потому что для отношений в браке у вас, на мой взгляд, слишком много тех, кто к самому браку никакого отношения не имеет. И я, конечно, не думаю, что могу вам, ну, могу вас как-то переубедить в чем-то. То есть если вы не настроены решать проблему, то вряд ли вы захотите ее решать. Но, как бы, корень, основной корень всех бед лежит не в заложке о ваших отношениях с мужем и в том, как вы себя поставили. В том числе, как вы поставили себя с ним. То есть вот то, что вы, там, хотели уходить, то есть вы хотели, там, значит, ну, то, что вы транслировали своему мужу, чтобы он что-то сделал. Что-то объяснил и так далее. Это, скорее, уже следствие проблемы. А первичная проблема заключается именно в том, что вы себя не поставили. так, как изначально было нужно. А сейчас, сейчас, я, наверное, хотел бы более подробно остановиться на вашем тексте, да, вот, соответственно. Так, значит, вот вы пишите, что я хотел уйти, но муж уговорил остаться. То есть, для меня это, опять же, показаться в некоторой степени того, что вы личную ответственность на себя, ну, за то, что происходит, не берете. То есть, ну, условно говоря, условно говоря, если вы, к примеру, хотели бы, если вы хотели уйти. Если вы, если вы хотите уйти, то что вам мешает уйти? Если вы, если вас муж, когда вы еще не были женаты, уговорил не уходить. То есть, вы, иными словами, позволили, вы позволили себе, ну, уговорить себя, да? То это тоже вопрос к вам. Почему вы позволили себя уговорить? Понимаете? Какая, какая ситуация? На мой взгляд, это важно. То есть, в этом смысле вы сразу же перенесли ответственность себя на мужа. За это, ну, вот, за эту ситуацию вы принесли на мужа ответственность. Типа, он уговорил, ну, все. Дальше. Значит, эм, так, на нашей свадьбе тоже непонятно себя вела. Ушла раньше всех, сына подхватила, хотя он уже свершеннолетний. Моей до сестра сказала, деньги есть, пусть гуляют. Я не очень понимаю, как их поведение вообще к вам относится. То есть, поведение Золовки и, эээ, ее сына и так далее. То есть, ну, серьезно, не очень понятно, как это относится, эээ, все к вам. Ну, вот, конкретно к вам, как это все относится. Как вас это задевает, то, что она делает, ну, к примеру. Вот. На мой взгляд, это нужно исследовать, на мой взгляд. Это нужно разбирать, почему вас это задевает. Какова причина того, что вас это задевает. Вследствие чего вас это задело, чего вы ожидали, условно говоря. То есть, ну, вы же, вероятно, чего-то ожидали, вы же, вероятно, чего-то хотели. Вот. Это тоже нужно исследовать, на мой взгляд. То есть, почему вы считали, допустим, что она не могла так делать. Ну, сделала и сделала, поступила так и поступила. Да, это не очень красиво, безусловно. Но. Как? 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 Конкретно? Вас это задевает. Вас это задевает. Вот что, вот что интересно. Значит. Дальше вы пишете о том, что я не обращала после свадьбера. Второй день она названивала мужа, у нее что-то в квартире протекло. До того, что я просто отключила телефон и не стал с ней взять отношения. Почему, опять же, да, как бы, почему вы снять отношения. То есть, с какой стати вообще вы снять отношения, не очень понятно. То есть, ну, тут, как бы, такая достаточно, ну, бытийная ситуация, на самом деле. Ну, протекло, может быть, случилось что-то, что-то серьезное. То есть, почему, почему, эээ, выяснять, выяснять отношения сразу. Вот. А, как бы, откуда эта конфликт, конфликтность, конфликтность? Эээ, у вас. О-о-о. Откуда эта конфликтность у вас? Дальше. Значит, так, она названивала ему. Так, я вам уже объяснил, а ты объяснишь, что ты скоро уезжаешь. Он сказал, что успевать, чтобы я не волновалась. Вот почему вы расстроены, ехали в аэропорт. У меня даже сформировалось какое-то чувство вины за это, будто бы я сама позволила ей так свинсти. Это правда. Это правда. Но вы не то, чтобы позволили себе так вывести. Вы отреагировали уже адекватно здесь. Вот. А чувство вины? Оно родом из детства, скорее всего, и с ним нужно работать. Вот. Как лучше поступить? Пишите вы. Что без что? Какая цель? Цель-то должна быть ориентирована исключительно на вас. То есть в цели не может быть, эээ, ну, никого кроме вас. То есть в цели должны быть вы. Только. Вот. Какова ваша цель? Вот. Вот с этим, на мой взгляд, нужно разобраться. Вот. Ну и отношения с мужем разобрать, в принципе, тоже не мешает. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.